Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень признателен всем вам за то, что вы сегодня пришли на мой праздничный вечер. Я буду, наверное, сам вести эту программу сегодняшнюю. И вот для начала я хотел бы сказать вот что. Что вот сегодня вы видите здесь вот эту фигуру. Я хотел бы, чтобы она вообще стала символом этого клуба. Дело в том, что зовут вот этот персонаж Самсик Саблер. Например, кто не читал две книжки Аксенова «Золотая моя железка» и роман «Ожог», для тех я рассказываю. Это герой этих двух произведений, который Василий Аксенов списал с меня. Он со мной советовался, правильно ли он там написал и давал мне читать эти книги. И не только мне, кстати, многим джазменам тогда он давал читать правильно ли там терминологии и так далее. Но в романе «Ожог» он вообще вот этот персонаж Самсик, это сексофонист, который руководит ансамблем «Арсенал». И там он является одним из пяти героев, которые составляют в сумме автора. Я очень горжусь, что вот я являлся тогда одним из пяти таких вот, одной из пяти частей Василия Аксенова. И в память о нем мы вот так взяли манекен, нарядили его, и я его буду называть «Самсик Саблер». Это вообще символ связи с литературой нашей, с прошлым нашим, с замечательным писателем, ну и, конечно, с джазом. Теперь я уже перехожу к дню рождения. Я в разные времена написал две композиции, посвященные своему дню рождения. И вот сейчас, значит, вот сейчас выйдет на сцену ансамбль «Арсенал» в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. И мы исполним две пьесы на одну и ту же тему. Одна была написана где-то лет 8 или 10 назад, а вторая совсем недавно. Первую я тогда назвал «День рождения», а вторую «One more year», то есть еще один год прошел. Но при том и в другом случае я испытывал такие невеселые мысли, что действительно день рождения – это для людей, которые не так молоды, это уже не такой веселый праздник. Это намек на то, что остается не так много времени. Итак, вот мы начнем с такой вот романтической темы, как «День рождения». Песня «День рождения». Песня «День рождения» 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 Спасибо. 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 Дело в том, что вот в этом клубе происходят события, которые вообще впервые, по-моему, в практике клубов московских уж точно имеют место. Это ночные действия, которые называются Opera Night, где собираются ночами классические музыканты, в основном оперные певцы. И у них происходит джем-сессион, причем в неформальной обстановке. Оперные певцы, мы привыкли их видеть в каких-то костюмах. Здесь все происходит просто в джинсах. И это не состоялось бы никогда, если бы не, во-первых, не человек, который нам предоставил роскошный рояль Шимель Александр Заславский, который здесь присутствует. Мне бы хотелось его поблагодарить. И Айк Григорян, который все это организовал, и мне тоже хочется его поблагодарить. А он просил дать ему слово. Айк. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, на самом деле человек, который благословил на это дело, это Алексей Семенович. Потому что я думаю, что это для джазменов такой серьезный шаг, пустить еще классиков. И, конечно же, это Араик и вообще весь этот замечательный клуб. По поводу рояля я хочу сказать, что все пианисты, которые здесь играли, они подтверждают мои слова, что это действительно фантастический рояль. На нем вот ставишь руки, он сам играет. И огромная честь, что это происходит именно здесь. И вчера был, собственно, восьмой по счету проект Opera Night, где было почти столько же людей. Чуть больше. Это огромная радость для меня и вообще для всех, кто приходит. Есть уже постоянные слушатели и каждый раз прибавляется. Действительно, как говорит Алексей Семенович, в неформальной обстановке, без смокингов, без концертных нарядов, в бейсболке, в кроссовках поют замечательные ребята. И сегодня проект Opera Night хочет вас поздравить. Приехал мой друг, мой ученик, который буквально неделю назад попал, стал финалистом Академии Ла Скала. К сожалению, он дальше не прошел, но стать финалистом Академии Ла Скала это очень серьезно. И он пел на главной сцене оперного театра номер один в мире Ла Скала. Сегодня он здесь, и мы хотим маленькую композицию для вас, как маленькое поздравление. И, собственно, чтобы вы услышали, что такое Opera Night. А как-то можно классические музыканты без концертных нарядов, особенно, когда компонируют. Но это невозможно, да, сделать? Попробую, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Ну, в общем, микрофон далеко, голос у меня поставленный на перфоре. Я хочу сказать, что сегодня праздник в обе российского и мирового джаза. Я уже лёгко успел сказать сегодня, что я его просто люблю как друга, как учителя, как партнера, с которым мы работали гораздо больше 10 лет. Вот и микрофон появился. А это мой друг, которого Слава зовут. Спасибо тебе. Ну, в общем, вы всё слышали. Мы с моим сыном Игорем, которым мы работаем уже около 8 лет, и в дуэте, и он играет в группе Квадро, и у нас есть общий проект, который называется Шопен в Африке, где обработки классики присутствуют. Мы решили сыграть одну композицию из этого проекта. Это обработка, кстати, это обработка Игоря, для минорной сонаты Моцарта. И после такого прекрасного вокала прозвучит соната Моцарта в стиле латино. Лёша, это наш такой вот праздничный, весёлый подарок. Мы тебя любим. С днём рождения! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо, Слава! Добро пожаловать на наш канал! 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 современной музыкальной культуры. Потому что только здесь по ночным джемсессионам и по концертам, которые здесь устраиваются для музыкантов разных, кстати говоря, стилей и разных возрастов, можно выявить хотя бы московские наши ресурсы, не говоря уже о том, сколько талантливых на мировом уровне музыкантов пропадают в провинции или даже в бывших республиках нашего Советского Союза. И, кстати, иногда мы их приглашаем сюда. И вот одним из открытий моих я просто удивился, почему я не знал об этом человеке. Когда я впервые услышал человека, которого я сейчас приглашу на сцену, это Владимир Голоухов, композитор, пианист и еще и виброфонист. И вот сегодня вы услышите то, как он играет на виброфоне, но на самом деле у него потрясающие, настоящие композиции. Это человек новой формации с образованием и владением и роялем, и гармоническим мышлением. И сейчас просто вот он сыграет две композиции дуэтом с контрабасистом, с своим партнером, которого зовут Денис Шушков. Тоже вот это все новые люди. И вот Голоухов это для меня открытие. И вот сейчас вышел двойной альбом его музыки. Советую это послушать. Итак, я приглашаю на сцену Владимира Голоухова. Денис Шушкова. Пока Денис устанавливает контрабас, я хочу сказать о том времени, когда я впервые услышал об Алексея Семеновича и об Арсенале. В 1983 году я попал на квартиру к диссиденту. Это был физик. У него не было усов, борода была как у шкипера. Огромная квартира в стихильщиках, много очень детей, какие-то люди странные выходили. говорили, что дальше жить так невозможно, что мы хотим поесть в Макдональдсе и да здравствует свобода. И в это время в туалете очень долго шипел этот освежитель воздуха, как змея какая-то. И вот эта вот общая атмосфера и какой-то негр со стены смотрит на меня такими глазами. Я же не знал, что это Мазды, а я очень любил Чингисхан и Арабески. И вдруг такая ситуация. И вот сидя на кухне, на самом краю стульчика, табуретки, я понимал, что недостоин вообще находиться среди таких людей. Они говорили о том, что беззержинский прав и готовы за отечество хоть куда, хоть Детройт. И после этого мне сказали, ты что-нибудь слышал об Арсенале? Я уже привык, что в таких случаях нужно просто молчать и вспоминать, как это делал Киса Воробьян. И тут мне дают диск. Называется, своими руками. Там одна рука рисует другую. Мне дали посмотреть, я перерывал на ничего не поймал. Маховишна какая-то что-то такое, название. И говорят, ну ты вообще в курсе? Ты слышал вообще, что это такое? Я говорю, я первый раз вижу, ну, обложка, мне очень нравится. Забрали меня, сказали, что вот ты пока не ознакомишься из других источников, больше сюда не приходи. Диск мне не дали. Вот с таким благоговением, можно сказать, на цыпочках я удалился. Поэтому наша композиция называется «На цыпочках». Да, вспоминаете интересные давно ушедшие годы. И чувство, которое сейчас музыка почти не вызывает благоговение. Она становится чем-то из разряда товаров в супермаркете. «На цыпочках». Я поэтому очень благодарен, что сегодня такая действительно достаточно благоговейная атмосфера. Не звучит кафе-машина, никто не зовет Яшу или Люсю наполнить бокал. Это редкость. По-моему, такое место единственное в нашей стране «На цыпочках». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С праздником вас, с праздником нас. 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 сменилась. с праздником нас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за просмотр! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо! Сейчас мне хотелось бы дать слово одному из руководителей Артбита, Дмитрию Филатову, который просил меня, позвольте ему сделать объявление. Дима. Дима. Да. Ну давайте сюда. Нет, все, заработай, заработай. Раз, раз. Много времени не отниму. Но небольшое рекламное объявление. Специально к сегодняшнему дню, к 77-летию Алексея Семеновича фонд Артбит выпустил своего рода сувенир. Вот в этой прекрасно оформленной коробке, в этом замечательном футляре находится не менее красивая, не менее замечательная флешка. На флешке почти все творчество Алексея Семеновича. Его книги и другие печатные труды, видео и аудиозаписи его музыки, а также обширный фотоархив. Тираж сувенира очень маленький. Третье, наряду с раритетностью и содержимым достоинства сувенира, приобрести его можно прямо сегодня. Конец рекламного объявления. Прошу принять его как руководство в действию. А вас, Алексей Семенович, с 78-м вашим Новым годом. Ура! По скриптум, по всем вопросам приобретения этого сувенира обращаться к Андрею Андреевичу Абрикосову, менеджеру нашего фонда Андрей обозначится. Теперь все. Спасибо. Ну а сейчас вы услышите пьесу, которую я написал совсем недавно. Я назвал ее «Алайский базар». Дело в том, что Алайский базар – это древнейший в истории базар, который существует еще где-то за пять тысяч лет до нашей эры, когда возник шелковый путь из Китая в Азию и дальше в Европу. И вот на пути под горой Олай образовался такое место, где торговли, где торговали все нации вообще и восточные и европейские пряностями, и шелком, и коврами, и всякими парфюмерными там изделиями и так далее. И я, когда мы ездили на гастроли в советское время арсеналом, мы как только приезжали в Ташкент, сразу шли на Алайский базар и накупали там массы всяких пряностей, которых в Москве достать было невозможно. И он сейчас существует, это огромное акционерное общество, там две тысячи всяких фирм. И, в общем, вот я посвятил этому феноменальному месту в Средней Азии эту пьесу. она называется Алайский базар. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...